добрый день дорогие друзья добро пожаловать ко мне на кухню сегодня хочу приготовить очень вкусное блюдо из мяса с грибами сливочном соусе мясо у меня говядина я уже приготовила порезала вот на такие вот кусочки килограмм говяжьего мяса килограмм шампиньонов очищенный помытый и сухие уже килограмм картофеля очищенного но пока она у меня в воде чтобы не потемнело болгарский перец лук 2 зубчика чеснока сливки пол-литра густых сливок для приготовления еды красное вино когда добавляем к мясу вино оно становится мягче и хорошо тушится быстрее и вкусно очень можно использовать белое вино можно использовать просто воду или бульон это уже на ваш вкус ну и специи у меня ну конечно соль черный перец орегано это уже для картофеля сладкий перец паприка и острый перец молотый красный начинаем мясо очень хорошо промыто но немножко имеет влагу и надо обсушить немного так что я отложу на салфетку и по порциям буду обсушивать по мере обсушивания сразу буду класть на сковородку чтобы обжарилась включаю плиту чтобы сковородка разогрелась налью растительное масло немного и поставлю разогреваться вкус греется пока разогревается сковородка буду обсушивать мясо ничем не посыпаю и так каждый кусок вот мясо порезала вот на такие ломтики мясо уже с обеих сторон хорошо обжарилась я достаю на салфетку пусть стекает жир лишний и докладываем мясо остальное тоже пусть жарится обеих сторон пусть хорошо прожарится и потом продолжим пока жарится вторая партия мяса я порежу болгарский мне нужно немного вот четвертую часть всего перца порежу на очень тоненькие полоски вот такие в длину если у вас маленький болгарский перец то один целый порежьте этот у нас очень очень крупный и этого достаточно мясо перевернула на вторую сторону пусть вторая сторона тоже обжаривается начну резать шампиньоны ножки оторву конечно ножки тоже буду использовать чтобы легко резать порежу вот такие полоски все мясо обжарилась я достану на эту тарелку этого достаточно сейчас наливаю растительное масло и буду тушить лук который я порезала на той же сковородке старуху я не промыла потому что здесь буду тушить мясо вместе уже с луком так что пусть тушится лук досыплю чеснок порезанный пусть тушится до золотистого цвета если надо бы доливайте растительное масло все грибы я уже порезала и тоже хочу поставить тушить на сковородку включаю плиту и залью растительное масло как только она разогреется засыпаю грибы лук зарумянился очень хорошо заливаю вино здесь у меня где-то 250 миллилитров вино красного я повторяю можете или воду или бульон что хотите засыпаю соль острый красный перец это уже по своему вкусу делайте и сюда укладываю все вот это мясо которое я обжарила с обеих сторон потом накроем крышкой и пусть тушится все мясо я уже уложила и пусть тушится в вине если испариться и мясо еще не готова просто доливайте воду или бульон что там у вас есть я немного убавлю сейчас убавлю температуру в плите и будет тушиться на медленном огне закрою крышкой пока пусть тушится растительное масло уже очень хорошо разогрелась и все грибы отправляю сковороду они уменьшатся в размере пусть пока они тоже будут тушиться грибы пока тушится мясо и грибы я порежу картофель картофель буду обсушивать потому что буду жарить в большом количестве масла в фритюрнице лишняя вода не нужна это опасно начинаем резать картошку порежу посередине каждой чтобы было удобно продолжать всю картошку я уже порезала пополам и сейчас просто вот так вот на ломтики по 3-4 штуки грибы уже тушатся они уменьшились в размере еще меньше станут все вино почти испарилась пусть тушится на медленном огне грибы тоже пусть тушатся добавлю сюда болгарский сладкий перец и за это время начну жарить картошку картошка уже готова для жарки я буду жарить в фритюрнице уже налила я растительная масса сюда наливается почти 3 литра масла пересыплю картофель сетку масло разогревается я устанавливаю на 190 градус и картофель жарится 10-12 минут ну половина картошки я сюда переложу чтобы не сварилась нам нужно жареное масло уже начинает закипать она там видно пузырьки вот грибы уже очень мягкие протушились тут его сок я его не выливаю конечно сейчас я посолю поперчу и добавлю соль пробуйте на вкус черный перец и паприка сладкий перец молотый это все сейчас перемешаю здесь собственный сок с грибов здесь вино уже почти испарилась тут уже почти нету сока мясо переверну в некоторых местах где возможно лук тоже потушился очень хорошо опять накрываю крышкой и пусть дотушивается а в грибы залью сливки здесь у меня 500 миллилитров сливки специально для блюд все 500 миллилитров я сюда выливаю проверяйте соль перец после того как жидкость уже добавилась как только здесь сливки уже закипят все содержимое вот это вот мясо переложу вот в эту сковородку с грибами плиту выключаю там где мясо а здесь ждем пусть закипает за это время будем жарить картофель картошку не солим не перчим пожарим и потом уже будем все здесь хорошо все кипит чтобы пар от масла не поднимался вверх я закрою крышкой здесь окошко и видно все картофель уже готов уже очень хорошо прожарился я отложу пусть стекает и переложу вот в эту сетку салфеткой и потом положу остальную картошку жарится а здесь тем временем все уже хорошо закипела и я мясо все мясо сюда переложу вот в эту сковородку все перелюсь сюда очень вкусные ароматы от мяса от грибов очень вкусно сейчас я убавляю температуру пусть тоже здесь тушатся мясо готово мы проверили уже продегустировал мой муж так что наверное минут 5-10 будет достаточно все пусть это тушится так переходим к картошке все здесь стекло хорошо и я пересыпаю вот сюда и отправляю остальную картошку сетку и тоже пусть жарится на 10-12 минут закрываю крышку а сюда надо мне поперчить посолить я добавляю паприку орегано чайной ложки соли все это я перемешаю добавлю немножко острого красного перца и сейчас я вот это все посыплю сюда и вот так вот надо стряхнуть чтобы попалась везде ждем вторую партию картошки и будем дегустировать здесь тоже уже все готово очень интересный цвет все включая плиту и ждем картошку вторая партия картошки тоже готова я выключаю критерницу и достану чтобы стекло все пересыпаю сюда очень красиво перепожарилась и вот этой заправкой опять посыплю потом встряхнуть надо вот так вот чтобы везде попалась вот такая картошка у нас получилась картошка фри мое блюдо уже приготовлено и я буду сервировать достану пока мясо его тут много так что искать не надо полью все грибным соусом и посыпаю картошкой мое видео закончилась я приготовила очень вкусное блюдо мясо тушеная в вине и приготовила отдельный соус с грибами сливками и все это вместе тушила и картошка конечно на гарнир очень вкусно получилось так что вы тоже можете приготовить для своей семьи не только для гостей и для праздников каждый день надо делать себе праздник своей семье ну на этом все кому понравилось мое видео ставьте лайки делитесь со своими друзьями пишите комментарии я всем отвечаю а кто не подписался подпишитесь и нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомление до новых встреч дорогие мои а